Иногда я прогибаюсь перед просьбами подписчиков, особенно тогда, когда у меня нет собственных идей. Когда у меня заканчиваются собственные идеи, я иду в комментарии и смотрю, чего хотят подписчики. Ну, например, уже примерно год, ладно, не год, месяцев 7, наверное, меня долбят одной доставкой еды. Итак, сделай обзор на доставку черный рис. Дружи, сделай обзор на черный рис. Дружи, сделай обзор на доставку черный рис. Заказ через группу ВК. Сделай обзор на доставку черный рис. Попробуй доставку черный рис. Сделай уже, пожалуйста Короче, вы видите эти комментарии Это какая-то доставка черный рис Но Когда я зашел и посмотрел фотографии Что такое черный рис Я обнаружил, что это просто Не знаю даже, как сказать Это типа как вкусные суши Но вот по виду, это один в один вкусные суши Но с черным рисом И как бы С одной стороны, вроде как это другое заведение В нем, например, даже сашими есть А у вкусных суши нету, и никогда не было сашими Но они капец как похожи Ну то есть, одинаковые Вот эти идеально скрученные роллы С большим количеством, значит, этого сыра внутри Ну, окей, окей Вот смотрите, вот фотка Филадельфия вкусные суши Вот Филадельфия черный рис Я решил, типа, ну если вы хотите Чтоб я сделал обзор на черный рис Я сделаю что-то типа сравнение Это не проплаченный обзор Невкусные суши не просили сделать на себя Переобзор, потому что они, по-моему, не меняются Уже лет 7, фиг знает Они как были, так и остаются И черный рис тоже не просил То есть, никто за это не платил Но раз уж оно так похоже Прям настолько похоже Я решил сделать сравнение Тем более, что у них, как, ну, ну, типа роллы и роллы У них многие позиции совпадают Ну, что, погнали, что У меня, на самом деле, уже еда стоит за кадром Потому что там особо горячего ничего нет Мы сначала затарили, а потом уже собрались снимать Оно приехало 20 минут назад Да, если кому интересно Мы заказывали на север города И вкусные суши забрали просто самовывозом Потому что Машуня живет около Недалеко от их точки А черный рис И потому что на вкусные суши куча обзоров была Там все знают, за сколько они возят Пофигу А черный рис мы все-таки заказали с доставкой Они обещали привезти за полтора часа За час сорок даже, да? За час тридцать А, за час тридцать Полтора часа А привезли за пятьдесят минут Но нужно отдать должное Это было, типа, четыре часа дня Ну, то есть еще не такие пробки Справились меньше, чем за час Все настолько одинаковое Что и вкусные суши, и черный рис Обе доставочки стоили по 2600 рублей 2600 плюс 2600 будет 5200 5200 2500 плюс 2500 было бы 5000 Моя математика из Very Good Короче, кто за это будет платить? Я буду за это платить? Вы будете за это платить? Вы, дорогие подписчики, вы будете за это платить? Номер карты Сбербанка в описании Не будете вы за это платить За все будут платить мои спонсоры А спонсор видосика Online Action Crossout В котором ты сможешь собрать Свой боевой спорткар из сотен деталей И сейчас игру окутало Киберпанк будущее Синдикат теперь владеет городом Мочилово теперь идет Среди небоскребов и деловых центров Так что стало еще жарче Ну и как же без новых девайсов Для разваливания будок врагам? Появился Кайдю Мощнейший современный ган Улучшай свою тачку Побеждай врагов И прокачивай батл пасс Рейды на боссов Ради зарабатывания репутации У могущественных фракций И доступ к передовым технологиям Добыл ресурсов и деталей Тащи на черный рынок Продавать другим игрокам Либо сам закупись Че там можно закупить? Глаза просто разбегаются Участвуй в клановых войнах Или соревнуйся в гонках Дело твое Crossout это игра для тех Кто любит тачки, оружие, скорость Ну и само собой Взрывать чужим тачкам пуканы Игра бесплатная Так что залетай по ссылочке в описании Качай И получай кибербонусы от меня Ну а мы возвращаемся к еде Честно говоря Пакеты практически одинаковые Выглядят они вот так Угадайте Где здесь вкусные суши А где черный рис Где черный пакет Это черный рис А разница небольшая в цене Кстати все таки будет Почему? Потому что в черном рисе У них бесплатная комплектация Во вкусных сушах Ты докупаешь все То есть там всякие васаби Имбири Честно говоря Я ничего против этого не имею Не только потому что Я всей душой конечно же продался Все дела И вообще я совладелец вкусных сушей Это шутка была если что Но просто потому что Иногда кто-то заказывает себе Три ролла И сжирает в жало Я знаю таких людей Упитанных Вот А кто-то заказывает И там один ролл Две девочки Раздербанивают Поэтому Типа ты можешь просто заказать Столько палок Когда ты их заказываешь Отдельно палки Это значит что Цена всех этих палок Она не включена В стоимость еды То есть если кто-то думает Что Мы за это не платим Вы как клиенты Заплатите Всегда за все Поэтому если вы можете Что-то докупить Или не докупить Это значит что Не докупив Вы не платите В еде За это Вот и все Ну блин Это типа законы бизнеса Здесь вроде как Ничего не протекло Я особо вас парить Сильно не буду Так что давайте Я просто по хлопочку Покажу вам комплектацию Вот здесь И черный рис Вкусные суши Ну какие салфетки Какие палки Итак Вот такая вот комплектация Вы не подумайте Что здесь Ооо Здесь всякое есть Мы к вкусным сушам Не стали докупать Имбирь и всякое Потому что у нас здесь В черном рисе Нам бесплатно Вот куча соевого соуса Что касается Заказа на 2600 И здесь и здесь Салфетки Кстати Я сначала Увидел черный рис Насколько они похожи На вкусные суши По внешнему виду По фоткам Судя по фоткам Я пока не видел Я подумал Может это типа Они сделали филиал И такие типа Это как бы не мы Но мы Я с пиццами Такое знаю что есть Но Судя по тому Что у них даже салфетки От разных фирм Смотрите Разная текстура На салфетках Судя по этому Это все таки Разные заведения Палки Практически Одинаковые Вот эти вот Ну палки И палки Не самые дешевые Не самые дорогие Салфеток Количество салфеток И там и там Сосет в жопу Ладно Давайте переходить К основному К еде И само собой Начнем мы С самого Скучного Это у нас Мидии Из черного Риса А это У нас Черный Контейнер От черный Рис Давайте посмотрим А Ясно Сюда еще идет У них запеченный Ролл А это Вкусные Суши Немножечко Все перевернуто Это наша Вина Мы забирали Самовывозом Давайте сравним Один к одному Выложив Чисто Мидии Мидии У черного Риса Стоят 300 рублей А у вкусных Сушей 400 рублей Правда Здесь их Пять штук А здесь Всего Четыре Даже Не знаю Как сравнить По весу Ну ладно 148 205 300 400 В принципе Честно говоря Практически Одна фигня Давайте посмотрим Что же там Внутри Итак Выглядят Они И те И другие Неплохо Вот эти Поаккуратнее У черного Риса Поаккуратнее Да Никакого Риса Я имею ввиду Ничего непонятного В составе Я не вижу То есть Это Мидия Отрезана От ноги И соус Пробуем В меру Острая Но Острая С такой Знаете Жирной Остротой Которая Догоняет Мидия С Действительно Вот этим Вот Немножко Кисленьким От лимона Териячным Соусом И Вот этот Эффект Не знаю Как сказать Сычуанского Перца Знаете Когда не просто Острота А оно Как будто Взрывается Во рту Как будто Микросалют Во рту Приятный Такой Остренький Как будто Оно Остро Щекотит То есть Это Сычуанский Что ли Перец По моему Окей Вкусные Суши Ну Здесь По классике Тоже Мидия Куча Соуса Унаги Сверху Пробуем У вкус Суши Чуть Менее Остро И чуть Более Нежно Чуть Менее Майонезно То есть Полегче Мне по вкусу Вот по нежности По сочетанию Больше нравятся Вкусные Суши Но Они нравятся Не типа что У них вкуснее А А вот по остроте Все таки эти Вот по вот этой Любопытной Щиплющей Остроте Сычуанской Наверное Остроте Ну просто Это ни на что Не похоже Эти офигительные Но они Остренькие А эти типа Ну Поменьше Не знаю Один к одному Эти подешевле Эти подороже Но этих побольше Я скажу так Любите остроту Черный рис Чтоб понежнее Было Вкусные Суши Но и то и другое Капец Как вкусно И достойно Черный рис Нью-Джерси Запеченный Ролл 398 И вкусные Суши Осака 331 Цена 350 И 365 Рублей Соответственно То есть Практически Одинаково Давайте посмотрим Все таки У вкусных Суши Они поаккуратнее Выглядят Но потому что Здесь еще были Мидии Но То есть Это не типа Это лучше Или это хуже Я говорю что Единственное пока Отличие Чуть-чуть аккуратнее Так Авокадинка Там все есть Здесь тоже Перевернем Тут тоже Все есть Но здесь Крабовый Давайте попробуем Сначала Черный рис Рис Сварен Идеально Нежные Шапочки Мягкий Такой Слегка Пикантный Соус Все Офигенно Аккуратно Рис По вкусу На самом деле От обычного Отличается Примерно Ну Вы знаете Ничем Крабовые палки В составе Сразу чувствуется Зрелый Авокадо Вкусный Сырец А Я скажу так Это очень Неплохо Давайте Попробуем ВС Вкусные Суши Попробуем Здесь Снежный Краб Здесь Лосось Причем Лосось У вкусных Суши Много Вся Шапочка Состоит Из Лосося С соусом То есть Чувствуется Что Практически Как есть Сушену С лососем Тут В составе Тоже Вроде Как Есть Снежный Краб А Вот же Он Да Вот же Он Но Из-за Того Что Здесь Вот Есть Сыр А здесь Я вижу Только У вкусных Суши Только Снежного Краба Он же Рыбные Палочки Если что Крабовые Палочки То У вкусных Сушей Оно Кажется Поплотнее Такое Чуть Чуть Посуше Вот Если бы Они тоже Добавили Крем Сыр Как Черный Рис У них Было Так же Но Зато Здесь Ешь Ну Как Был этот Соус С крабовыми Палками А здесь Ешь Прямо Лосося Я понимаю Что это Те остатки Лосося Которые Остались От Ролов Нарок Ну Это Один Один То есть Это Вкусно Это А что бы Из этого Ты сейчас Доел Я не знаю Я бы И то И то Доел Вот честно Далее У нас Дет Калифорния Она Стоит У вкусных Сушей 350 Рублей И У черного Риса Всего Лишь 200 Но и Выглядит Она Внушительнее У вкусных Сушей А если Что Это Подарочный Ролл Выглядит Отстойно Не смотрите На него Потому что Он Подарочный Так Давайте Сейчас Я за кадром Все достану Но в целом Все свернуто Идеально Выглядит Идеально Здесь Это честно Говоря Тоже Очень Хорошо Прямо Очень И да Народ Вот что Я сейчас Заметил Точнее Саня Заметил За кадром Из-за цвета Риса Черного Риса Лосось Выглядит Сильно Хуже То есть Когда Что-то Черное Просвечивает Через Лосося Лосось Кажется Более Тонким Менее Свежим То есть Вот сравните Вот фила Вкусных Сушей И вот здесь Просто Темная Подложка Заставляет Хотя мы Филадельфию От них еще Не видели Так Вывалим И я Для вас Все взвесил Все вы видите Вы видите На экране Итак Вкусные Суши Стоят Подороже 350 рублей Против 200 рублей У Черного Риса Ну и Там и Вес Также Отличается 200 грамм Здесь 286 Короче По баблу Там плюс-минус Одны Тоже По большему Счету Давайте Попробуем Итак Черный рис Но Свернуто Аккуратно Все Есть Крабыч Огурчик С соломкой Черный рис Пробуем Вкусно Но Безинтересно Крабовые палочки Которые Составляют Внутри Большую часть Начинки Не спасаются Сочность Огурца То есть Кунжут Суховат Рис Ну Рис Ну Не то что Суховат Рис Это рис Да И Никакой Нежной Кремово Майонезной Начинки Отсутствие Ее Не спасает Вот от сухости Рол Он суховатый Даже окунаешь Соевый соус Он суховатый Здесь Дофига Икры Летучей Мать Рыбы Огурец Вообще Нарезан Такой мелкой Соломкой Что еле Видно Давайте Опять же Я Окуну Сильно Лучше Не знаю Почему Возможно Не знаю Как вам показать Вот черный рис Да Вот вкусные суши Не знаю Видно там Или нет Но Влажности Больше Во вкусных сушах То ли Потому что Они взяли Не корку Огурца А здесь Прямо Корочка Огурца То ли Они Как-то Увлажнили Еще Вот этих Крабов То ли Чуть Меньше Риса А Возможно Здесь Кунжут Заставляет Ощущать Сухость А вот Здесь Икра Летучей Рыбы Не Заставляет Ощущать Сухость В принципе Здесь Калифорния У черного Риса Тоже Это Вкусно Это Хорошо Но Выигрывает Однозначно Калифорния От вкусных Суши Это Точно Далее У нас Идет Филадельфия Люкс Честно Вам Черного Риса Выглядит Сильно Хуже Но Похоже Она Выглядит Сильно Хуже Именно Из-за Цвета Риса То Есть Она Тоже Здоровенная Она Тоже Офигенно Я Прям Вижу Тоже Достаточно Много Рыбы Но Через Рыбу Вот Сравните Йо Каламане Вот Вкусные Суши А Вот Черный Рис Вот Вкусные Суши А Вот Черный Рис Что Бо Вы Съели Мне Так Неудобно Выкорчевывать Все Это Я Более Чем Уверен Что Они По Вес Практически Одинаковые Давайте Я Взвешу Только Вкусные Суши Потому Что Они Одни 400 Грамм Народ Оно Вот По Массе Я Даже Не Буду Эти Взвешивать Оно Видно Что Они Одинаковые По Размеру Давайте Попробуем Опять Разница У них Тут 40 Рублей Типа 530 Рублей 490 Практически Одно И Тоже Итак Черный Рис Здоровенная Тварь Здоровенная Серьезно Здоровенная Но Аккуратнее Все таки У вкусных Суши Попробуем Итак Черный Рис Филадельфия Люкс Так Народ Во первых Это очень вкусно Но Мне кажется Что Маловато Рыбы Давайте Знаете Что Сделаем У меня Есть Наркоманские Весы Я Назову Их Так Я Их 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 Ну Ну То есть Смотрите Вот Ролл Да Вот Ролл Да Вот Ролл Например Четыре Каких Нибудь Вот И С краю Вот Четыре Ролла И Вот Посмотрите На слой И посмотрите На слой У вкусных Сушей На слой Рыбы Мне Кажется Или он Толще Я Давайте Хотя бы С четырех Роллов Просто Рандомные Четыре Ролла Там Есть Граммы Взвешиваем Рыбу Всю Целиком Извините Что Это Выгляд Отстойно Мне Все Равно Как Это Выгляд Я Хочу Удостовериться Что Я Прав Что Рыбы Всю Рыбу Итак Вся Рыба Так Давай Так Вы Вряд Ли Что Видите Поэтому Я Сниму Видосик Итак Рыба С четырех Роллов Раз Два Три Четыре Черный Рис 54 Грамма Вся Лежит 54 Грамма Это будут Под съемки на телефон Простите Пожалуйста Итак Все А теперь Четырех Роллов Вот просто Любых От вкусных Сушей Как 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 Предположим Два Все Народ Уже Столько Рыбы Сколько И Черного Риса С Двух Ролов А не С Четырех 77 78 Грамм 77 Грамм 90 Давайте Я засниму Мало ли Мало ли Кто-то Не верит Вот Рыбка На черном Рисе А вот Ну понятно То есть В два Раза Больше Рыбы Это И не Удивительно Посмотрите Вот здесь Толщина И вот Здесь Не знаю Любую Взять И вот Здесь Толщина Как Вам Показать Вот Вот Толщина А вот Вкусные Суши Толщина Мне Кажется Все Достаточно Очевидно Ну а Пробовать Филадельфию От вкусных Сушей Это Филадельфия От вкусных Сушей Йоколом Она Типа Не знаю Насчет Эталонности Но она Всегда Вкусненькая В черном Рисе Рисе Маловато Рыбы На Такое Количество Начинки В Вкусных Сушах И рыба Чувствуется И начинка И хрустит Огурет Однозначно Победа В сторону Вкусных Сушей Черный Рис Ролл Нью-Йорк 391 Грамм Вкусные Суши Называется Ролл Дайконе 355 Грамм Что можно сказать Однозначно Во-первых Я ненавижу Роллы С маринованным Дайконом Потому что Я ненавижу Жрать Маринованный Дайкон И не хочу За это платить Не там Не там Но Свернуто Все Сильно Аккуратнее У вкусных Сушей Не критично Не капец Но Здесь Как будто Среза Да Здесь Срезали Руками Видите То есть Видно Что Человек Срезал Дайкон Прям Руками А здесь Какой-то Машиной Потому что Здесь Прям Посмотрите Идеальная Вот такая Развертка Здесь Точно Это Аккуратнее Какое-то У них Есть Оборудование Я не знаю Какое А здесь Прям Вот Как Срезали Так Срезали То есть Человек Срезал Просто Народ Я ненавижу Есть Маринованный Дайкон Поэтому Я пропущу Этот Ролл В плане Дегустации Тем более Что Здесь Внутри Ничего Интересного По большему Счету И нет Я не знаю Это Не совсем Одинаковые Позиции Оно Стоит 500 Рублей 545 Рублей Вкусных Сушей Вот это 500 Рублей За 240 Грамм И 545 За 370 Все-таки Выгоднее Это По вкусных Сушах Покупать Ну а По начиночке Вот Смотрим Здесь Рис Внутри Кусочек Краба Нарезанный Немного и крылья тучей рыбы Вот так Это выглядит У Черного Риса Очень достойно Мне нравится Хотя Сочетание Достаточно Ну Мягенькое Ну то есть Рыба есть Крабовая Палочка И такое Все Вообще Нет никакой Доминанты Давайте Посмотрим Вкусных Сушей Ну по количеству По количеству Начинки Это конечно Это понятно Да Причем Это дороже Всего на 40 рублей Хотя До этого Разница была Не такая Большая Давайте Здесь то же самое Только просто Рис Давайте Окуну рисом Чтобы он Напитал Своего соуса Пробуем Такая же История Со вкусами Типа Ну нормально Но рыбы Сильно больше Рыбы Сильно больше Начинки Сильно больше За счет Этого Кажется Сочнее Ну Мне кажется Очевидно При этом Разница в 40 рублей Здесь опять же Я бы Вкупил Вкусные Суши И вы Скажете Ну Понятно Нет Непонятно В черном Рисе Есть Сашими А у Вкусных Сушей За что Я их Немного Ненавижу Уже Много Лет Подряд Никаких Сашими Нет Давайте Посмотрим Черный Рис Сашими Лежит На Это Дайкон Подожди А Нет Что это Я не понял На первый раз Вижу Сашими Которые Положили Не на Дайкон А на Фунчозу Или Типа того На Макарошки Которые Выглядят Как Дайкон Ну давайте Посмотрим Блин Ну вы Айяяюшки Сашими Специально Кладут На Дайкон Чтобы Человек Мог Сам В Сашими Добавить Сколько Хочет Там Имбиря Васаби И еще Чего-то Повара В черном Рисе Взяли Сашими То есть Чистый Вкус Рыбы Ничем Незамутненный Должен Быть Вот Прям Чисто Лосось Вкус Лосося И Залили Его Нахрен Соусом То ли Унаги То ли Терияки Ну просто Я не понимаю Ну на Кой Хер Дорогой Владелец Черного Риса Я уж Не знаю Мужчина Ты Или Женщина Скажи Мне Пожалуйста Ты Когда Открывал Заведение Или Открывала Я Не знаю Я Скажу Дорогой Мой Человек Вот Я Без Претензий Но На Кой Черт Ты Знаешь Вообще Что Такое Сашими Погугли Пожалуйста Зачем Заливать Соусом И Засыпать Кунжутом Сашими Не Называй Тогда Сашими Назови Лосось Залитый Блин Терияки Сунаги И Засыпанный Кучей Кунжута Я Такой А Понятно Это не Сашими Я Хочу Окунуть Кусочек Лосося В Соевый Соус И Добавить Немножко Васаби Ненастоящий Какой Васаби Ну Неважно Нашего местного Васаби Получить Остроту И чистый Вкус Лосося А здесь Мне К хренам Все Залили Вот так Соусом И Говорят А это Сашими Жри Ну Ешь Ладно Ну То есть Это не Сашими Народ Вы не Продаете Сашими Это Не Сашими Ну Да Ну Фунчоза Есть Что я С ней Должен Делать Причем Здесь Сашими Это Отдельное Блюдо Или Вы Не То Положили Но В чеке Написано Сашими Пофиг Народ Какая Мораль Черный Рис Хорошее Место Неплохое Прям Неплохое То есть Я Не Хочу Докапываться До того Что Типа Ой Ну Типа Тут Мелочь Тут Мелочь Это Неплохое Место Но По Ряду Параметров Вот Если Сравливать Вкусные Суши И Черный Рис Все Таки Вкусные Суши Выигрывают По Количеству Рыбы По Весу Этой Рыбы В два Раза Больше Рыбы Кладут На Ролл По Сочности Начинки Больше По Аккуратности Сворачивания Тот же Дайкон Они как-то Срезают Машиной А черный Рис Они руками Пилят И он Кривоватый Единственное Вот этот Сычуанский Перец Офигенный В мидиях У черного Риса И я Честно говоря В конце Хотел сказать Черный Рис Зато У них Есть Сашими Выкусите Вкусные Суши Но это Не Сашими Это Какое-то Отдельное Блюдо Залитое Соусом С фунчозой Это Не Сашими Как бы Оно Мало Общего Имеется Сашими Но В плане Перекусить Из серии А я Хочу Черные Роллы Сфоткать В инстаграм Почему Нет Это Неплохое Место Вот Серьезно По Сравнению С Огромным Количеством Других Доставок Это Очень Хорошо Но К сожалению По ряду Параметров Оно Послабее Чем Вкусные Суши Не хочу Подлизывать Вкусным Сушам У них По-моему Так все Хорошо На самом Деле Но Вы Сами Все Видели С вами Славный Дружжа Обломов Кушайте Много Кушайте Вкусно Огромное Спасибо Всем Кто Ставит Пальцы Вверх Всем Пока